В госпитале ветеранов уже нет ковид-пациентов, но еще продолжаются необходимые санэпид-мероприятия. Прием пациентов начнется с 10 марта. Мы возвращаемся к восстановлению своей медицинской деятельности. Проведена заключительная дезинфекция специализированным учреждением, городская дезинфекционная станция. И первый день тоже проведена дезинфекция дополнительно нашими силами, своими силами. Сейчас проводим генеральную влажную уборку, то же самое с применением средств, моющих средств. Последний ковидный пациент был выписан из госпиталя 25 февраля. И уже на следующий день стационар стал готовиться к переходу на привычный профиль работы. Здесь ветераны проходят очень углубленное обследование. Особая аура – это умение работать с людьми возрастными, мы говорим «почтенного возраста». Есть пациенты, которые по два-три раза, а то и более здесь находятся. Позади почти 10 месяцев сложнейшей работы в красной зоне. За время эпидемии здесь приняли около 3600 больных с диагнозом ковид. Причем большинство – это пожилые люди. Именно здесь лечили тех, кому за 90. Были и те, кому больше 100 лет. Я думаю, что госпиталь честно выполнил свой долг в борьбе с коронавирусной инфекцией. И сегодня мы вот в эти дни переходим, перестраиваем госпиталь в исходный вид деятельности. Мы готовимся принимать пациентов, значит, ветеранов города Волгограда и Волгоградской области и оказывать помощь тем категориям граждан, которые обозначены в рамках имеющихся нормативных документов. Основной профиль этого учреждения – пожилые. Власти региона помогли оборудовать здесь прекрасное отделение, которое специализируется на диагностике, лечении и реабилитации людей преклонного возраста. А в период пандемии госпиталь дополнительно укрепили новейшей аппаратурой. Аппараты работали в период функционирования инфекционного госпиталь в круглосуточном режиме. Они обеспечивали вентиляцию легких самым тяжелым пациентам. А вот еще один незаменимый помощник – кислородные концентраторы. Простой элементарный аппарат, величину меньше тумбочки. Включаешь в розетку, и он просто тут же у постели пациента из обычного воздуха производит 98% кислород. Эта аппаратура поддерживала жизнь многих пациентов не сутками, а неделями. Медики говорят, было много очень тяжелых в реанимации. Ведь сюда привозили пожилых с хроническими заболеваниями. Теперь все это оборудование будет использовано в условиях обычного режима работы. Надо отдать должное руководству области, комитету здравоохранения. Наш губернатор огромное внимание этому уделял. Проводились совещания, выделялись средства беспрецедентные на обеспечение учреждения необходимым оборудованием. Благодаря своевременной закупке оборудования, профессионализму и мужеству врачей, только в одном этом госпитале спасли сотни жизней. Медики говорят, готовы в любой момент, если понадобится, снова дежурить сутками. Но все надеются, что вирус отступил. А потому уже с 10 марта здесь начнут принимать неинфекционных больных. Екатерина Алтухова, Диана Зеленская, Роман Миколенко. Волгоградская правда. Специально для канала Волгоград-1.